Идем дальше. В этой части мы поговорим о хранении данных в базе данных, о чтении данных, изменении и отображении этих данных в шаблоны. Как я уже говорил, по умолчанию я буду использовать базу данных SQLite3. Хорошо. Как вы знаете, данные в базах данных хранятся в виде таблиц. Сейчас, скажем, у нас есть таблица post и у нас есть следующие поля id, скажем, заголовок поста, тело поста, какой-нибудь слаг, то есть человекопонятный URL, ну еще что-нибудь там, теги, например. Каждая колонка в этой таблице определяет данные конкретного объекта, а каждая строка определяет экземпляры этих объектов. Например, у нас есть одна запись, вторая запись, третья запись, четвертая, пятая. Шесть постов мы таким образом создали. Запись данных в базу их чтения, изменения и удаления осуществляется через специальный язык запросов SQL. Это вы наверняка тоже знаете. Но при работе с базой данных Django избавляет нас от необходимости вручную писать SQL-запросы для каждой такой ситуации. Он предоставляет специальный механизм, который называется ORM или Object Relational Mapping, которое почему-то на русский переводит как объектно-реляционное отображение или преобразование. Это, конечно, охренительно неточный перевод. Ключевое слово здесь Mapping, которое, как вы понимаете, это форма слова Map, карта. А Mapping это процесс соотнесения карты и территории, которые эту карта отображает. Когда мы крутим карту в руках, пытаясь сориентироваться на местности и сами крутимся, проводя соответствие между тем, что нарисовано, и тем, что есть на самом деле, вот этот процесс и есть Mapping. Только вместо карты у нас объекты Python, Object, а вместо территории у нас реляционная база данных. Поэтому этот механизм и называется Object Relational Mapping. То есть речь идет о наложении объектов языка Python на реляционную модель базы данных. Что это такое ORM? ORM это некий более абстрактный слой логики, который нам позволяет описывать данные, которые мы будем хранить в базе данных в виде классов языка, конкретного языка. В данном случае у нас Python. Такие классы называются моделями. То есть вот это схема модели POST. ORM предоставляет нам преимущество абстракции. Суть в том числе заключается в том, что мы не только данные для базы описываем с помощью классов, но в том, что мы получаем более высокую степень абстракции. Например, мы разрабатываем сейчас, ведем разработку в базе данных SQLite3. Если бы нам пришлось писать SQL-запросы, мы бы писали запросы, специфичные для данной конкретной базы данных. Хорошо. Но в продакшене мы не будем использовать SQLite3. Мы будем использовать POSTGRS, например. Что нам, все SQL-запросы переписывать? Неудобно, согласитесь. Вот для этих целей ORM и существует. То есть для нашего кода не меняется ничего. Если мы подключаем другую базу данных и указываем Django о том, что мы будем использовать другую базу данных, то никаких дополнительных действий, кроме подключения этой самой базы данных к движку и указания о том, что мы ее будем использовать, нам делать не нужно. И никакие специфичные для данной конкретной базы запросы мы не пишем. Будь то Mongo, POSTGRS SQL или MySQL или еще что-нибудь. Суть именно в абстракции. Хорошо. Для того, чтобы создать модель POST, я перехожу в модуль Modals.py в приложении BLOCK и объявляю класс POST, который наследует свои свойства от Modals класса Modal. И затем я должен определить те поля, те свойства, которые этот класс у меня будет иметь. И вот тут хорошо бы заранее прикинуть все те данные, которые будет наш POST хранить. То есть чтобы потом все это не переделывать, потому что иногда изменять имеющиеся данные в базе довольно сложно. И утомительный процесс. Я решил, что наш POST, у него будет заголовок title, который будет экземпляром класса CharField. У него есть обязательный элемент MaxLength, который будет 150. Я поставлю на индексацию для более быстрого поиска. У модели POST будет Slack, который мы будем использовать в качестве ЧПУ, человека понятного урла. Modals, SlackField. Есть такой класс. Это по сути тот же самый CharField, только с более специфичными валидаторами. SlackField предполагает, ну то есть разрешает нам использовать буквы, цифры, в обоих регистрах буквы, нижние подчеркивания и дефисы. Все остальные знаки SlugField, валидатор SlugField нам не позволит использовать. MaxLength тоже будет 150. И я поставлю требование об уникальности в True. Дальше BodyModals TextField. Поставлю BlankTrue. BlankTrue означает, что это поле может быть пустым, то есть только заголовок. И тоже будет DBIndex. То есть тоже устанавливаю флаг на индексацию, чтобы можно было более быстрый поиск делать по содержанию. Почему для слага не ставлю? Потому что все те поля, у кого ставится UniqueTrue, они автоматом индексируются. И пусть будет дата публикации. DatePub равный Modals DateTimeField. И здесь я ставлю свойства AfterNowAdd. AfterNowAdd свойство говорит о том, что DatePub будет заполняться при сохранении в базе данных. То есть в тот момент, когда объект будет сохранен в базе данных, свойство дата публикации будет заполнено текущей датой. Есть еще свойства AfterNow, который будет изменяться каждый раз при изменении модели. Окей, с определением полей мы разобрались. И теперь, наверное, стоит указать специальный метод. Два нижних подчеркивания. Стринг. И в качестве аргумента он принимает self, потому что это метод модели, метод класса. И он будет возвращать нам строку. self-title. Что это такое? Когда мы в консоли выводим что-то на печать, print, там какой-нибудь объект, Django, ну не Django, Python нам возвращает значение типа object и дальше адрес. Это ненаглядно, неудобно. Поэтому обычно классы переопределяют метод string, который как раз отвечает за вывод информации об объекте. Здесь я использовал форматирование строк. Я указал фигурными скобками место, куда будут подставляться какие-то данные. И с помощью метода format я подставил заголовок конкретного экземпляра класса post. Теперь мы можем перейти... Сейчас я активирую еще раз виртуальное окружение, потому что консоль нужно желательно запустить в окружении Django. Я активировал виртуальное окружение и зашел опять обратно в папку block engine. где лежат файлы manage py, но там и все остальные. Он нам сейчас нужен. Итак, мы изменили нашу модель. И теперь можно перейти в Django-ский shell, в консоль Django, и пощупать на практике, как работать с моделями. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно внести те изменения, которые мы сделали в models py. Мы только описали нашу модель, но мы не записали эти изменения в базу данных. То есть должна быть создана таблица post, и должны быть у этой таблицы созданы соответствующие поля. Для внесения изменений в базу данных используется механизм миграции. Миграция это своего рода гид, система контроля версий для базы данных. Вот в данный конкретный момент в базе данных нет таблицы post, которая отвечает за хранение наших данных о постах. А в файле models py уже есть эти изменения. То есть у нас образовалась некоторая версионность, несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть в базе данных. Это также касается удаления каких-то полей, или добавления новых полей, или исключения каких-то ограничений. Вот это вот вещи, которые мы тут в конструкторе передавали, требования об уникальности, об индексации, это так называемые database constraints, ограничения для базы данных. И вот все эти вещи, они влияют на то, что должно быть отражено в базе данных. Поэтому для того, чтобы внести изменения в базу данных, я обращаюсь к файлу manage py и говорю make migrations, сделать миграции. И вот он создал нам модель post. Появилась папка с миграциями, и здесь мы можем посмотреть, изучить на то, что у нас будет происходить. Хорошо. Этой командой мы только создали файлы миграции. Теперь нам нужно их применить к базе данных manage py migrate. То, что мы уже делали в самом начале. И вот теперь эти данные были внесены в базу данных. После этого можно перейти в консоль джанги, manage py shell, и поиграться с нашей моделью. Первым делом я должен ее импортировать. From название приложения блок, название модуля models, и я говорю, что я хочу импортировать класс post. Давайте создадим какой-то класс. Пи, обращаюсь к классу post, и в конструктор передаю title. NewPost. Slack. Пусть будет NewPost. Body. Окей. Вот наш экземпляр класса post. Я вывел его на печать, и мы получили NewPost. Это все стало возможным благодаря тому, что мы переопределили метод str. Закрою. Хорошо. Идентификация экземпляров модели конкретных объектов осуществляется в базе данных по ID. Как мы видим, у данного объекта пока нет ID, то есть у него есть все остальные свойства, но ID у него нет, потому что мы этот объект еще не сохранили в базу данных. Чтобы его сохранить в базу данных, можно использовать метод save. P.save. После этого у него появляется ID. Это свойство мы чуть попозже будем использовать. Хорошо, создали мы экземпляр класса. Django при создании моделей прибавляет к нему так называемого менеджера. Менеджер моделей. Они находятся в атрибуте object. Если мы сейчас посмотрим на все атрибуты класса post, то мы его увидим среди всех этих вещей. Вот objects. Все операции чтения, изменения и сохранения данных, базу данных осуществляются именно через них. Давайте создадим пост через менеджера моделей. Это даже отчасти сокращает нам запись. Пост. Обращаемся к атрибуту objects и говорим create. И повторяем то же самое. Передаем в конструктор. менеджер title. И как только я нажму enter, он тут же его создаст. То есть вызывать специально метод save не обязательно. Чтобы посмотреть все имеющиеся объекты, обращаемся опять-таки к менеджеру моделей и вызываем метод all. И видим, что метод all вернул нам специальный объект, который называется querySet, который похож на список, ведет себя как список, но списком не является, потому что у него куча других дополнительных атрибутов, классов и свойств. И этот список, можно сказать, видим, что он содержит два элемента. NewPost и NewPost2. Хорошо. Это метод, который можно использовать для отображения всех постов, как вы понимаете. Еще парочка методов. Создам переменную пост и вернусь к менеджеру моделей, вызывая метод get. Метод get возвращает нам конкретную модель. Какую модель он возвращает? Ту, которую мы ему скажем. То есть в метод get мы должны передать идентифицирующие эту модель параметры. Скажем, мне нужно, чтобы его слаг, чтобы слаг этой модели был какой-то new слаг. Вот я здесь написал. И видим, что метод get нам вернул NewPost. По дефолту вот метод get, он чувствителен к регистру. То есть если мы вот это вот введем, то он работать не будет. Говорит, что не нашел соответствия. И все. Выдал исключение. Для решения этой проблемы, то есть для сужения запроса поиска у Django есть специальная фича, которая называется lookups. То есть, например, post post objects get. Я говорю, что мне нужно найти экземпляр класса post, у которого слаг, затем я указываю два нижних подчеркивания, iExact. Это вот этот iExact, это и есть lookup. i значит insensitive, то есть не чувствительный к регистру. А exact это точное совпадение. То есть, я хочу сказать, что мне нужно точное совпадение news lag. Причем оно должно быть регистр независимым. На этот раз никакого исключения нет. Он провел регистр независимый поиск и нашел нужный элемент. Есть еще полезный lookup, который называется contains, например, post равен post objects get и, например, я говорю, что слаг этого объекта должен содержать contains слово new. В этот момент мы получаем исключение, которое нам говорит о том, что он нашел два объекта, у которого в слаге есть слово new. Поэтому нам нужно использовать не метод get, который возвращает один объект, а метод фильтр, который возвращает query set. И вот мы видим, что получили как раз два объекта. Те же самые объекты. Вот, за полным перечнем lookup'ов я вас отфутболиваю к документации по Django. Давайте еще парочку сделаем. Парочку постов три. Вот. Я создал еще три поста, и теперь у нас есть пять постов. Самое время воспроизвести все наши игрища в консоли в наших файлах, во бьюхах. Итак, здесь что я делаю? Выбираю наши имена, создаю переменную posts, которая у меня будет принимать следующее значение. Обращаюсь к классу пост, который нужно импортировать. From models import post. Обращаюсь к менеджеру моделей objects all и сюда я создаю ключ posts, который значением своим будет принимать переменную posts. Пусть вас такое небольшое дублирование не смущает. И в индексной странице я здесь заменю. Получили на вход в шаблон переменную posts, и соответственно на каждой итерации цикла здесь будет пост. И я обращаюсь к атрибутам экземпляра класса пост точно таким же образом, как в любом другом случае при обращении к атрибутам конкретного класса. Через точку указываю title. Давайте посмотрим. f5. И вот мы получили отображение заголовков наших постов. Я еще немножечко поверстаю. перейду на вкладку карт. Вот это мне подойдет. И здесь в индексе я сделаю такое такое оформление. Featured. Featured в заголовке здесь я вставлю пост pub date а нет наоборот date pub это свойство которое мы определили вот здесь тут в заголовке это будет пост title и здесь текст я подставлю post body но я хочу обрезать я поставил вертикальную палочку и после этой палочки будет указан фильтр truncate words то есть обрезаю слова двоеточие и сколько слов мне нужно 15 за полным перечнем фильтров для шаблонов я вас отсылаю к джанговской документации и здесь будет название для кнопки read вместо стиля primary поставлю light теперь можно посмотреть что получилось вот такая вот штучка получилась дата название поста тело поста и кнопка read которая будет вести нас на страницу этого поста это мы убираем ошметки f5 margin bottom будет 4 окей поскольку у нас появилась такая красивая менюшка я думаю самое время подставить в меню ссылку на блок для отображения списка постов перехожу в базовый шаблон который у нас находится в корневой папке templates нахожу первый элемент менюшки вот home он будет не home span я отсюда выберу это будет блок и здесь в атрибут href я должен подставить ссылку первое что приходит на ум подставить ссылку блок но это в общем-то считается неправильно на это есть определенное основание если мы меняем структуру ссылочную в файле url spivy то нам вручную опять придется все это менять и все это не очень хорошо будет выглядеть как что делать нам джанга нам предоставляет возможность как я уже упоминал как-то каждому шаблону url присвоить определенное имя вот здесь я и укажу перехожу в файл url spivy для нашего приложения и указываю атрибут name который будет равняться post list url создал имя присвоил и теперь я могу в любом месте проекта просто сослаться на это имя чтобы получить конкретную ссылку это удобно открывающий закрывающий фигурная скобка знак процента выражение у нас и вызываем функцию url куда в качестве аргумента мы передаем название шаблона posts нижнее подчеркивание list url сохраняюсь обновляюсь f5 вот у нас произошло обновление и мы получаем наш список с постами хорошо следующий этап я хочу чтобы у нас были внутренние страницы отображающие содержание поста которые мы могли бы прочитать ну и соответственно нам нужно подставить в кнопку read соответствующую ссылку на внутреннюю страницу конкретного каждого поста окей для того чтобы попасть на страницу с постом нам нужно вначале идентифицировать конкретный пост среди всех остальных как-то я уже говорил о том что по умолчанию идентификация объекта в базе осуществляется по id в принципе это нормальный вариант но обычно людям больше нравится когда они переходят по ссылкам которые могут заранее оценить содержание то есть мы используем чпу человека понятные урлы для постов эту функцию эту роль выполняют слаг поле слаг и поэтому мы в моделях здесь определяли что у нас поле слаг оно уникально именно для этой цели для того чтобы можно было идентифицировать конкретный объект по этому слагу окей я перехожу в файл urls и для этого для начала я создам шаблон шаблон пути это будут пост в начале слово пост и затем ставлю угловые скобки угловые скобки означают что те символы которые идут после пост слэш это именованная группа символов и я должен присвоить этой именованной группе собственно имя это будет имя слаг по умолчанию эта именованная группа относится к типу стринг поэтому я в общем-то решил явно указать что это тип стринг окей это что касается пути не забываем слэш в конце ставить а то будет ругаться после главой скобки но перед кавычкой закрывающей затем я указываю view функцию которая будет обрабатывать запросы по этому урлу это будет view post details или post detail и сразу именно назначу post detail url не забываем ставить запятые после элементов списка а то будет ругаться затем я перехожу в файл views py нашего приложения блок и создаю view dev я сказал что это будет называться post detail на вход принимает обязательный request и слаг мы ждем что нам придет слаг слаг нам придет вот как раз из этого из вот этой именованной группы символов это важная деталь если мы здесь напишем другое значение то соответственно мы должны здесь его написать слаг то есть если здесь будет кракозябра то кракозябру мы будем использовать вот в этом параметре важная деталь и теперь точно таким же образом мы получаем из базы данных с помощью этого слага нужный пост именно то как мы делали в консоли пост objects get говорю что слаг i exact равен слаг равен той переменной которую мы объявили вот здесь при получении аргумента функцию пост detail она попадает сюда и становится вот этот слаг становится локальной переменной которую мы здесь используем и теперь рендерин ответ return render request шаблон его пока нет но мы его сейчас сделаем post detail html и словарь context post post хорошо теперь перехожу в шаблон и делаю новый файл post detail html html и говорю что он расширяет базовый шаблон extends blog base blog html здесь здесь блок title у меня будет название поста post title и я хочу чтобы у меня через дефис вот тут вот в тайтле показывалось дефолтное содержание блок engine чтобы вызвать то что мы определили в родительском шаблоне мы делаем через блок super блок точка супер мы сейчас все это посмотрим и следующий блок это контент здесь я определю заголовок отступлю от него и здесь вставлю post title а в теге пи наверное не знаю любой тег здесь у меня будет пост body ну я проделал все то же самое что мы делали раньше и теперь я хочу здесь сделать ссылки перехожу в шаблон index html и в кнопочку read я должен подставить сюда функцию URL передаю туда post detail URL и у нас идентификация осуществляется по слагу поэтому я должен сказать что слаг у меня будет равен post слаг да то есть на каждой итерации цикла в переменную пост попадает экземпляр класса пост и здесь мы подставляли соответствующее значение здесь я точно таким же образом передаю слаг в переменную слаг сохраняюсь обновляю страницу и вот мы видим что у нас произошло заполнение нужных данных вот все работает но мы можем несколько упростить себе жизнь вот в этом месте как вы понимаете что с ростом кодовой базы с ростом количества моделей различных URL куда мы передаем разные параметры нам придется как-то в голове держать какая какой URL принимает какие параметры и это не очень удобно мы можем в этом месте себе облегчить жизнь если перейдем в файл модульс пивай и для модели пост мы определим специальный метод def get absolute URL название этого метода это соглашение джанги то есть в некоторых местах оно ждет что мы определили этот метод и используют его но по большому счету можно использовать любое имя другое дело что джанга в некоторых местах не сможет реализовать свои функции именно потому что будет ждать наличия именно такого метода что будет делать get absolute URL она будет нам возвращать ссылку на конкретный объект на конкретный экземпляр класса пост return для этого я использую функцию reverse from django short cuts import reverse функция reverse она будет генерировать нам ссылку в качестве первого аргумента мы передаем туда название URL шаблона это был post detail URL можем убедиться еще раз правильно ли я все написал post detail URL да и второй аргумент это словарь kw args который в качестве ключа получает слаг то есть то поле по которому мы проводим идентификацию объекта а в качестве значения этого ключа мы обращаемся к слагу конкретного экземпляра self-slag вот этот процесс регенерации ссылки на какой-то объект называется URL reversing поэтому функция называется reverse и вот этот вот URL reversing в шаблонах выполняет функция URL это псевдоним одной и той же функции reverse и URL просто reverse используется в пай файлах в модулях питона а URL используется в шаблонах и теперь мы всю вот эту конструкцию легко можем заменить на другую две открывающие две закрывающие фигурные скобки без знаков процента мы обращаемся к экземпляру класса post который на каждой итерации цикла у нас другой и обращаемся к его методу getAbsolute URL без скобок где там то есть обратились он сгенерировал ссылку и все нормально и без 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 ничего то есть мы не передаем никаких дополнительных слагов или других параметров f5 и вот наша функциональность никак от этого не изменилась но жить чуть-чуть стало легче то есть везде где нужно сгенерировать ссылку на конкретный пост мы вызываем метод getAbsolute URL не передавая ничего то есть мы избавлены от необходимости помнить какие аргументы нужно передавать это удобно вот я думаю что базовое знакомство с моделями с отображением данных из базы данных мы себе составили присоединить